Друзья, всем привет! Читаю я сегодня новости с утра и натыкаюсь вот на такую заметку. Минцифры предложила вывести геолокацию абонентов из-под тайной связи. Думаю, что это такое? Дай-ка дальше почитаю. Интересно стало. Министерство цифрового развития связи и массовой коммуникации России разработало законопроект, согласно которому предлагается вывести из-под тайной связи информацию о местоположении мобильного телефона абонента, что в том числе поможет в поиске пропавших людей. Ну то есть, что они хотят сделать? Вот у каждого человека есть телефон. В нем есть сим-карта, есть Wi-Fi, есть геолокация, то есть определенные службы могут отслеживать, в каком месте, в какое время и так далее вы находитесь. И прикрывается это все тем, что якобы это поможет в поисках пропавших людей. Но у меня сразу возникает вопрос. Но почему тогда нужно прям всех поголовно подключать вот к этому законопроекту, если мы не хотим? Во-первых, это подпадает под личную неприкосновенность, так называемую. То есть, личное пространство нарушается. То есть, получается, за каждым человеком, если нужно, за ним начинается слежка вестись. Куда он пошел, зачем он поехал, кому он поехал, куда муж поехал после работы и так далее. То есть, это очень сильно, конечно, ударит по многим людям, по их именно личному пространству. И понимаете, вот пока все люди выходили на улицах, ходили на митингах, никто их не спрашивал. Люди, вы согласны, вот что мы примем вот такой закон, якобы, если вы пропадете, то вас будет проще найти. Но почему, когда человек пропадает, вот не сделать такой закон, что по запросу оперативные службы могут обратиться к оператору, и он сразу должен предоставить геолокацию определенного человека. Я вот этого не понимаю, в чем проблема. Зачем опять что-то придумывать, кем-то там прикрываться, какими-то пропащими людьми, если реально можно вот сделать так, чтобы всем было приятно и комфортно. Значит, как рассказал замглавы Минцифры Олег Иванов, в настоящее время координаты устройств абонентов являются тайной, и операторы связи обязаны обеспечивать ее соблюдение. Ну, понятное дело, да, что ты, когда будешь знать, что за тобой следят, и в любой момент могут слить твою информацию, то это уже никакой личной жизни получается. Мало ли куда ты там ездишь и куда ходишь. Отмечается, что координаты не всегда могут оперативно передать в органы, занимающиеся оперативно-розыскной деятельностью. Иванов отметил, что при поиске пропавших людей счет идет на часы. Так вот, сделайте закон, чтобы эти часы максимально быстро операторы могли передавать. И сделать такой закон просто, что есть закон быстро, точно передавать. Координаты определенного человека точечно пропал, передали. Он рассказал, что в России ежегодно теряются десятки тысяч людей. Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающие координаты абонентских устройств, пропавших граждан. Приводят слова за министра пресс-служба. И вы знаете, что я хочу сказать? Что это просто начинается тотальная слежка, тотальный контроль. Потому что несколько лет уже, да, вот все говорят о том, что будет вакцинация, чипизация одновременно и так далее. Но я вам хочу сказать, я уже говорил неоднократно, что чипизация, она у нас давно. У каждого из нас, вот он, есть чип. Вот она есть, средство слежения, которое отслушивает ваши голосовые сообщения, отслушивает, о чем вы общаетесь в WhatsApp, отслушивает и отсматривает переписки в разных соцсетях. Один раз я что-то сказал, ну просто там общался с кем-то по телефону, назвал имя Алиса, и тут же у меня включилось, и начало, значит, что-то там спрашивать у меня, еще что-то. Я думаю, да что ж такое? И потом я не знал, как это выключить. Это первое. Второе, что я хочу сказать, что мне кажется, вот скоро даже такой закон примут, что если вы отключаете мобильный телефон или выходите на улицу без мобильного телефона, то у вас тоже будет штраф. Потому что как-то так, если будет тотальная слежка, тотальный контроль, они увидят, что кто-то отключился, соответственно, человеку будет приходить за это штраф, в списание средств, что у вас выключен телефон, и у вас потом не можем отследить, мы не знаем, куда мы поедем. И мне, друзья, кажется, самое главное, что скоро опять в моду войдут вот эти вот кнопочные телефоны. Я не помню, конечно, там было отслеживание геолокации или нет, но, по-моему, там, конечно, по сигналу как-то можно, наверное, скорее всего, отслеживать. Но мне кажется, вот эти вот опять гаджеты скоро уйдут в свой век или их будут оставлять дома, а ходить уже на прогулку будут со старенькими Нокиями 3210 и так далее. Так что, если у вас остались такие телефоны, не выбрасывайте. Вот, что еще хочу сказать, что... Вот, читаю комментарии, тоже люди, кстати, пишут, а что мешает отследить именно пропавшего человека? Благородная цель поиска пропавших людей волнует последние дни Минцевиряков. Одноразовые телефоны будут в России будущего. Я против, люди пишут. Вот самое интересное, да, что людей мнение не спрашивают. Пишут, вот скоро покакать нельзя будет в кустях спокойно с этой геолокацией. Кто-то будет видеть мою геолокацию и сразу определять, где я нахожусь. А, и правильно, вот люди пишут, штраф по 10 тысяч всем телефонам, кто был в районе митингов, ну и тому подобное. Не для блага народа водят. То есть, действительно, вот будете выходить на манифициации и так далее, сразу раз, человека увидели, так, ты был там, так, все, мы тебя отследили. Тотальной слежкой попахивают, пишут. Никто не собирается отступать от программы Гейтса, цифровизация идет быстрыми темпами. Это полный беспредел. И мне вот, знаете, тоже кажется, что, действительно, пока вот у них был определенный план или цель, да, вот чипировать население, как-то сделать так, чтобы тогда был тотальный массовый контроль. И сейчас, может быть, просто что-то не так идет, понимаете. Все равно люди как-то стараются свою точку зрения отстаивать. Люди выходят на улицы по всему миру, и в Германии, и во Франции. Все же выходят за отмену там масочного режима, за отмену прививок, тестов, вакцин. Конечно, почему-то это не сильно пока работает. То есть люди выходят, люди пытаются биться, но, как вы видите, все равно. Вот там уже Израиль почти что весь привили, да, хотя тоже люди выходили. Много людей, конечно, уже имеют проблемы со здоровьем, но об этом, к сожалению, мало говорят. И на Ютубе об этом говорить нельзя, поэтому я стараюсь эти темы, конечно же, обходить. Но вы все прекрасно понимаете, все знаете. Поэтому тотальная вот эта вот какая-то вот слежка, не знаю, к чему она приведет. Вот действительно вот потом просто будет неугоден человек. Раз, кнопочку нажали на другом конце и отключили. Или сделали так, что он там сам отключился или совершил какое-то такое действие, за которое будет потом какое-то наказание нести и так далее. Поэтому, друзья, интересно будет почитать ваше мнение, подискутировать на данную тему. Согласны ли вы с таким законопроектом? Вот, и что я хочу сказать. Подписывайтесь на мой Телеграм. В Телеграме у меня очень важные, интересные темы, которые нельзя на Ютубе обсуждать. Мы обсуждаем в Телеграме и скидываем разные видосы, которые Ютуб, к сожалению, не пропускает. Все, всем пока, друзья, удачки и самое главное, берегите себя.